Садхгуру, прежде всего, говоря об образовании, мне было бы очень любопытно узнать, каков был ваш собственный опыт, ваш личный опыт в получении образования. Что в процессе образования повлияло или не повлияло на ту личность, которой вы являетесь сегодня? Вопрос каверзный. Здесь нет детей, так что, пожалуй, я поделюсь. Мой опыт в образовании... Люди спрашивают меня, в чем моя садхана. Обычно я говорю им, единственная моя садхана — оставаться необразованным. Потому что, когда я впервые пошел в школу, я понятия не имел, зачем иду туда. Наверное, взрослые просто уверены, что дети должны ходить в школу. Но никто не удосуживается сказать вам, для чего вам нужно туда ходить. Что же такого важного в этом месте, чтобы мы ходили туда? Что-то они отвечали, но для меня это ничего не значило. Поэтому во времена учебы я посещал школу только тогда, когда это было действительно неизбежно. И даже когда я появлялся там, моей главной проблемой было... Я видел, как люди говорили о том, что не имеют для них никакого значения. В своей жизни я всегда придерживался следующего. Неважно, какую чушь говорит человек, если это имеет для него значение, то я буду слушать с абсолютным вниманием. Какой бы чепухой это ни было, но если это что-то значит для этого человека, я готов слушать. Но если же это для него не имеет никакого значения, я не понимаю, почему же я должен это слушать. В школе я всегда сталкивался с тем, что учителя говорили о чем-то, что не имело для них никакого значения. Так что я не хотел их слушать. Чем меньше я скажу о своем образовании, тем лучше. Когда мне было около 17, я решил, что буду заниматься самообразованием, потому что не видел смысла обучаться в колледже. Тогда все было не так, как сейчас. Что можно взять? Академический отпуск. Таких понятий не существовало. Ты был обязан стать врачом. Если не можешь врачом, то инженером. Тогда существовало только две профессии. Итак, когда я сдал свой выпускной экзамен в 12 классе, я сказал, я не собираюсь в колледж. Невозможно описать тот ужас, который охватил мою семью. Тогда я подумал, жаль, что я не провалил экзамен. Я сдал экзамен и сказал, что не пойду в университет. От этого у семьи был такой сильный шок, как будто на нее обрушилась страшная трагедия. Я не мог понять, чего они так расстроились, ведь в любом случае я ничему не учился. Я просто посещал школу. Просто приходил, получал проходные баллы и шел дальше. Итак, тот год я провел в университете. В университете Майсура есть отличная библиотека. И там я провел целый год. В 9 утра, когда открывалась библиотека, я уже стоял под дверью. Когда в 8 вечера библиотека закрывалась, им приходилось буквально выгонять меня. В тот год я просто читал все подряд. Науку, историю, географию, литературу — все, что попадалось. От популярной механики до Гомера я читал все, что попадалось мне под руку. В тот год из-за того, что я не пошел в колледж, внезапно я стал словно врагом в семье. Все остальные в семье образованы, а ты не идешь в колледж. Экзамен сдал, а поступать не собираешься. Поэтому утром я плотно завтракал и уходил. Весь тот год я обходился без обеда. Возвращался домой и ужинал поздно вечером. Целый год. В молодости. Я всегда был голоден. Я постоянно был голоден. Людям нелегко понять, чего мне стоило целый год сидеть без еды и просто читать, что хочется. Итак, я решил заняться самообразованием. Наверное, в ту пору я прочитал максимальное количество книг в моей жизни. Для чего я говорю это? То, к чему вы сами стремитесь, вы не забудете никогда. Но то, что вам навязывают, никогда не будет чем-то полезным в вашей жизни. Поэтому, когда мы решили... Когда я решил, что мы должны открыть школу, люди закатили глаза. Садхгуру, вы... Я ответил, да. Но эта школа должна быть другой. Я говорил с ними на протяжении нескольких дней. С теми, кто в этом участвовал. Какой должна быть школа? Я хорошо помню, когда я был в шестом классе, умер президент Индии. Мы пошли в школу и объявили каникулы. Это отличная новость. Узнаем о ее дома. Это одно. Но когда приходишь в школу, и уже там узнаешь, что сегодня занятий нет, и завтра тоже. Мы сидели снаружи и обсуждали, а что, если умрет премьер-министр или главный министр? Мы буквально похоронили все правительство. Сколько же свободных дней тогда появится в году? Так почему же школа стала таким ужасным местом, куда дети не хотят ходить? Что-то не так с тем, как мы это делаем. Нам необходимо понять, зачем мы вообще начали давать детям образование, потому что этот вопрос имеет гораздо более глубокое значение. Но в конечном счете, если брать процесс подачи образовательного материала как части системы образования, все построено вокруг человека. Если это отсутствует... Я не понимаю, почему дети должны сидеть и слышать кого-то, бубнящего то, что для него ничего не значит. Потому что родители внушают им, если не пойдешь в школу, то не сможешь зарабатывать себе на жизнь, с тобой случится то, это, если пойдешь в школу, я отправлю тебя в Америку, вся подобная чепуха. Но речь не идет о том, чтобы по-настоящему получить образование. Поэтому, когда мы открывали школу, и я говорил с учителями о том, какой она должна быть, они спросили, «Садгуру, это возвышенные идеи. Как нам понять, что у нас получается реализовывать их?» Я ответил, «Видите ли, это школа-пансионат, где дети живут с нами 4 месяца». По окончании 4 месяцев, когда они соберутся уезжать домой на каникулы, если дети будут плакать, возвращаясь домой, это означает, что у вас все хорошо получается. Но если они плачут дома и не хотят возвращаться в школу, это значит, что у вас не выходит. Вы не поверите. Сегодня можно увидеть, что дети, покидая школу-пансионат Иша, плачут. До окончания каникул, за 8-10 дней до окончания, дети возвращаются и готовят школу к открытию. Это же хорошо. Они наслаждаются процессом обучения. Но если этого не происходит, то зачем мы так мучаем наших детей? Ради какого результата? С какой целью?